Каждый день он будет испытывать нас пойти в гору или падать вниз. И часто мы попадаем в ловушки. Покури и будет тебе удовольствие, выпей и будет тебе весело, отомсти и будет тебе удовлетворение. Но история, да и опыт, как и жизненный опыт, который у нас есть, показывает, что ничего такого за этим не стоит. После этого будет только пусто, плохо, безжизненно. Думаешь, ты идешь в гору, а на самом деле ты стремительно падаешь вниз. И понимаешь, что попался на крючок только тогда, когда оказался на самом дне. Бывали в моей жизни такие моменты, когда даже любой человек бездомный, находящийся на улице, был богаче меня. Когда после каких-то веселых кампаний было настолько мрачно и пусто, что не хотелось бы даже забыть навсегда, что там происходило. 25 лет я оказался в сложном периоде жизненного и духовного поиска. И в это время я повстречался с капуэрой. Это бразильское боевое искусство настолько захватило меня, что без тренера Вологдя я начал изучать его, посещать семинары. Сейчас мне 36 лет, я сам продолжаю тренироваться. И это невероятное ощущение того, что я нашел себя, дает мне силы вставать по утрам. У нас есть прекрасные ученики и капуэра, и люди в капуэре. Это моя вторая семья. Здесь нет плохих людей. На тренировках встречаются предприниматели с простыми рабочими, дети и взрослые, мужчины и женщины, парни и девушки. Здесь ты не можешь вести разрушительный, нездоровый образ жизни, быть грубым, ругаться матом. Это тот мир, в котором можно отдохнуть от повседневных забот, развить свое тело, обрести друзей, научиться новому, познать себя в конце концов. Сейчас это мой выбор. И за 11 лет, что я по нему иду, я все больше убеждаюсь, что я на правильном пути. Если вы найдете меня в интернете и напишите мне ВКонтакте, то я вам подарю 2 недели бесплатных занятий, чтобы вы могли попробовать все то, о чем я говорю. Я занимаюсь спортом уже 5 лет, с 2015 года. Но я не всегда был спортсменом. Было время, когда я... Когда мое поведение было далеко от того, как должен вести себя спортсмен, я нарушал режим. Прямо скажем, выпивал, курил. Особенно это было студенческое время, когда было это распространено. Но потом, когда я стал заниматься спортом, я понял, что это путь в никуда. Нет смысла заниматься спортом и при этом портить свое здоровье. Алкоголь, наркотики, курение. Все это не помогает, скорее мешает вашим спортивным достижениям. Примерно в то же время я начал вести свой бизнес. Сейчас я занимаюсь строительством. Ну и на этом поприще достиг тоже довольно-таки больших высот, которых бы я точно не достиг, если бы я продолжил употреблять спиртные напитки. Победа над своими слабостями станет вашей первой победой. И первой победой на пути к великим достижениям. Как в спорте, так и в жизни. Сейчас я женатый человек, у меня успешный бизнес. И команда, которая участвует в чемпионате России, которую я создал, которую веду за собой.